Какая-то я некрасивая там. Ну ладно, бог с ним. Что родилось, что родилось, что выросло, то выросло. Просто, нет, просто знаешь, если ты держишь камеру чуть-чуть выше, все, кто держит, если чуть повыше, то мы выглядим лучше, чем если мы снизу или спереди. Ты будешь чуть-чуть вверх смотреть. Да, то есть, чтобы как бы чуть-чуть вверх ты смотрела. Тогда второй подбородок, как бы не видя на вал лица стране. Сейчас уже это сделаем. Всем привет, это Оксана из Алабамы. Марс, Марс, я Юпитер. Всем привет из Ниджерки. У нас в гостях Юличка на канале. Заранее предупреждаю, у Юли нет своего канала. Она просто связалась со мной, чтобы рассказать нам свою историю для папки «Замуж за американца». Итак, Юля, начнем с того, какого года ты рождения? Восемьдесят первого. Восемьдесят первого. О, ты на год старше, чем мой братан. Ну, давай, в какой семье ты выросла? На кого училась? Где родилась? Из Московской области. Я, где родилась, там, в общем, прожила всю свою сознательную жизнь до момента поступления в институт в город Балашиха. Если кто-то знает, Московская область. Простая семья абсолютно. Папа был военный. И также он, когда ушел отставка, он преподавал в школе, а точнее был директором школы. Такое было. Мама моя партниха. И, в общем, всю свою жизнь только в этой профессии. И, по-моему, у нее только одна или максимум две записи в родовой книжке. Я закончила юрфак, но я практиковала как юрист с точки зрения трудового права. Я в дальнейшем свою карьеру строила в отделе управления персоналом в ИЧАР. Очень быстро сделала карьеру. И, на самом деле, очень люблю эту профессию. Отдала ей, в общем-то, уже очень много лет. С 20 лет еще учащись в институте. Я работала в отделе кадров сначала, потом в отделе управления персоналом. Вла директором Москве. Какие люди в Голливуде! Жила в Москве в центре, да. Когда тебе стукнуло в голову, что ты хочешь уехать в Америку? На каком этапе? Сколько тебе было лет? Никогда у меня не было таких мыслей, что я вообще куда-то уеду. Ну, абсолютно. Только путешествия, как турист. Это все было в моей жизни. Почему вдруг так получилось, что я уехала? Это было абсолютно спонтанное решение. Вот абсолютно. Со своим будущим мужем я уже была на тот момент знакома. Так шапочно, грубо говоря. И были определенные обстоятельства в моей личной жизни. Мне уже было много лет. Мне уже было 34 года на тот момент, когда я поняла, что мне надо строить семью. Я поняла это раньше, конечно. Но к 34 годам был уже такой критический момент, когда надо было уже принимать решение, что-то делать. И я поехала в Нью-Йорк к своей сестре, которая выходила замуж. Двоюрная моя сестра. Она уже давно живет в Нью-Йорке. И позвонила своему просто шапочному знакомому. Сказала, что вот я в Нью-Йорке, если хочешь, мы можем встретиться. Я буду здесь неделю. Давай, может быть, встретимся, куда-то сходим. Ну и эта встреча закончилась тем, что она произошла в марте, а в сентябре я уже переехала. Вот это было очень быстро, очень спонтанно, действительно. В Америке я до этого была уже несколько раз как турист. Прекрасно понимала, что это за страна. Понимала, на что мне придется пойти, когда приеду. Поэтому каких-то серьезных сюрпризов для меня не было. Такие уже бытовые были моменты. Ну ты мне расскажи, значит, он к тебе приезжал в Москву в гости? Да, да, конечно. Ты его больше всего убила и все такое. Надо сначала отметить, что я бы, конечно, вряд ли переехала вот так спонтанно и быстро, если бы не его поведение по отношению к моим родителям. Просил моей руки, он приехал в Москву. Так как мои родители не говорят на английском языке, то он написал им письмо. Приехав, он написал письмо, где он написал о себе, кто он, что он. И он просит моей руки. То есть он сначала у них спросил разрешение, а уже потом сделал предложение мне. Это было очень... ну это реально меня подкупило. То есть вот такой жест, вот такое поведение, оно было воспринято очень хорошо. По поводу его приезда в Москву, это было очень смешно. Как раз в тот момент, когда он приехал, у нас отключили горячую воду. Это четко совпало с датами его приезда, вот день в день. Вот прямо в день приезда его, эту воду отключили, и в день его отъезда эту воду, собственно, давали. Ну, это вообще, это можно было только... Только об этом можно было пошутить, подумать, как такое вообще возможно. Жилая на этот момент на проспекте Мира, в центре Москвы. Ну и вот он приехал, я его предупредила. Он, знаешь, у нас такая традиция, лето. У нас отключают на две недели воду. Он не понял, зачем и почему. Но приехав из самолета, мне пришлось ему нагреть тазик с ковшиком. Для него это был такой большой шок. Ну, честно сказать, он на второй день не выдержал, и мы переехали в отель. Он сказал, ты знаешь, извини, но я ковшики, наверное, не потяну. И мы сняли номер, и мы уехали. В этот же день, когда мы пошли, вообще было много, кстати, на курьезах. Он совершенно не говорит на русском языке, абсолютно. И при этом он абсолютно не терялся. Когда мне нужно было по каким-то делам определенным своим отойти, я его оставила в парке Горького. У меня было там где-то 30 минут дела. Я посиди на лавочке, я сейчас вернусь, и мы будем гулять. Через полчаса я прихожу и нахожу его в компании людей. Он был полностью окружен людьми, молодыми людьми, которые с ним общались. При этом люди практически не говорили на английском, а он не говорил, соответственно, на русском. Но эта толпа его окружила. Слово за слово. Они пытались учить, они узнали, что он из Америки, и пытались узнать про Америку что-то. Он им что-то языками жеста показывал. То есть это было очень удивительно для меня, как так получилось. Потом мы пошли в ресторан, и вы знаете, да, что в Америке здесь вода бесплатно дается, всем мы можем прийти, и да, она будет из-под крана, но она отфильтрованная, собственно, чистая, можно ее пить. А в России такого нет. В России мы ее покупаем, это минеральная вода, либо газированная, либо без. И когда мы пришли в ресторан, мой муж будущий, он очень удивился, почему у нас нет воды, почему нам ее не принесли. Мне ему объяснилось, что надо ее купить. И не было в тот момент, ну, по какой-то причине в этом ресторане воды. Нам сказали на первом этаже, и там, по-моему, был Макдональдс, мы могли его туда спуститься и купить. Он сказал, я куплю сам, я все умею, я разберусь. Он только спросил, как будет по-русски вода. Он спустился, возвращается, с бутылкой начинает ее открывать, и вдруг идет вулкан какой-то. Оказывается, купил газированную воду, пока шел, видимо, на растретлась. Он никогда не пил газированную минеральную воду. Он, что это, почему вода вулканирует? Мне нужно объяснить, что у нас есть два вида воды, есть минеральный газ. Ну, то есть это было очень смешно, и он потом выучил, как на русском языке, без газа вода. Я, кстати, сейчас пью минеральную воду. Я говорю, сын, принеси мне воды. Он налил ее почему-то в банку, а не стакан, и принес мне. Ну вот, из таких курьезных ситуаций, а я о них даже и не задумывалась, мы настолько к этому привыкли. Я даже этого не замечала. Когда я уже обращала на это внимание его глазами, я понимала, что это действительно очень забавно. С этой водой, ну и так далее. Поэтому, действительно, когда ты не знаешь какие-то нюансы страны, то это не мудрено попасть в какой-то такой просакт. Значит, сколько тебе сейчас лет получается? 39-38, да? Прошу прощения. Сколько тебе сейчас лет? 38 лет, вот с полной недели назад. Ну вот я не знаю, по скайпу, вот видимость такая, я бы тебе больше 25 не дала. Мне кажется, такая, ты так вот, ты напоминаешь такую рыженькую мышку, миленькую, маленькую, худенькую мышку. То есть, получается, ты вышел за американцем, у тебя не было ни старых мужей, ни детей, только карьера, английский, учеба. Ну, были, конечно, отношения, они не были официально зарегистрированы, но, понятно, я была когда-то в отношениях, они просто не завершились браком. Ну, какая-то карьера, да, действительно. Ну, я любила свою работу, мне все нравилось. Ну, наверное, надо что-то менять на каком-то этапе. Ну, не просто же так, я друг зла и переехала. Это было действительно, вот даже в март и вот сентябрь за полгода принять такое решение и быстренько уехать. Ну, тогда давай поговорим, почему именно, почему? Вот Москва, там очень много людей, очень много мужчин. Нет, я слышала, что женщины говорят, что они не могут найти себе пару в России, что женщин больше, чем мужчин. Ну, неужели, вот расскажи мне, вот что там, какие там мужчины в Москве, на твой взгляд, на твой опыт? Я могу говорить, конечно, да, за себя, за свой опыт и за то окружение моих подруг, тех девушек, с которыми мы общались, женщин. Действительно, в Москве есть такая тенденция, что, во-первых, женщин больше. А те мужчины, которые есть, ну, они, скажем так, либо они уже в браке, они уже заняты, либо они заняты собой, заняты своей жизнью, не заинтересованы в, как бы это объяснить, в верных отношениях. То есть, ну, измены на каждом шагу, это настолько уже стало, ну, таким, само собой разумеющимся делом, когда, ну, если кто-то не изменяет, даже это удивительно, понимаете? Да. Меня это, да, к сожалению. И я вспоминаю себя в студенчестве, какие были тогда тоже ухаживания мужчин. Особо мужчины не заморачивались, так как их меньше, и претензий к женщине больше. Я ни в коем случае не хочу сказать, что совсем нет мужчин. Я знаю очень много прекрасных семейной пары, они замечательные. Но не складывается не только у меня, но очень многих женщин, у кого за 30. Ну, плюс давление общества, как вы понимаете, в меня, кстати, могу отметить, я же работала в отделе персонала, занималась подбором персонала. И так вот, в очень многих компаниях вот такое было требование, если женщина после 40 лет, она не имеет семью, почему-то ее не брали. Вот такое было, вот такое было. Даже, по-моему, сначала после 30, потом это повышалось немножко, но после 40 женщины уже списывали. А после 45 ее уже даже не рассматривали на какие-то позиции, на определенные. То есть я это как HR, я это видела, а уже я молчу, если у женщины есть дети маленькие, то это обязательно такое пренебрежительное отношение, что она обязательно будет уходить на больничные с детьми, она обязательно будет заниматься больше детьми, чем работой. Ну, то есть много таких есть нюансов, которые женщину принижают. И всем было дело, замужем ты, не замужем ты, есть у тебя дети, нет у тебя детей. Я от этого очень устала в России. Это было действительно так. Все время лезут в личную жизнь. Абсолютно всегда лезут в личную жизнь. А ты знаешь, вот в Америке, вот я сейчас задам вопрос, а ты угадай ответ. Вот приходят два мужика на работу, устраиваются на одно и то же место, одни и те же квалификации. А одно место. Вот один, семейные у него есть дети, а у другого нет. Кого возьмут? Семейного. Правильно. В Америке. Потому что я считаю, что он будет больше ответственный, будет носом рыть землю, чтобы прокормить семью. То есть... Да, да, да. Я вижу, что вообще здесь даже, вы знаете, ну, например, один ребенок, это скорее, почему только один? Нонсенс. Они рожают много, да, двое, трое, это абсолютно нормально. И я часто сама вижу такие семьи, которые приходят в магазин, у них по двое, по трое малышей, они все там бегают по годке. Они очень семейные, очень чтят вот такие патриархальные традиции. При том, что считается, что вроде бы женщины здесь победили, но тем не менее, все равно семейные ценности здесь на очень высоком счету. Ну, в хорошем смысле. Никто все равно не будет тебе приставать и на собеседование никто не имеет права задать тебе вопрос про твое семейное положение и наличие у тебя детей. Слушай, давай, допустим, какой-нибудь, я не знаю, пример из жизни. Вот идешь ты по улице в Нью-Йорке или идешь ты по улице по Москве. Вот, например, хочешь кого-то спросить? Вот ты вот остановила, как тебе куда-то дойти? Что будет прям разница в отношении мужчин там в Москве или мужчин в Нью-Йорке? Как вообще у тебя твое личное впечатление? Ну, про Нью-Йорк все-таки больше похож на Москву. Там много иммигрантов, там много людей из очень разных стран и культур. А вот, например, в Нью-Джерси большая разница. Или, по крайней мере, в таких штатах, которые не рядом с мегаполисами находятся. То есть я не имею в виду вот в Нью-Йорке, там такая сборная солянка, там можно остановить, кого только там, и китайцы будут, и те же украинцы, и русские, и кого только там нет. А вот, например, у нас здесь, где я живу, у нас очень мало иммигрантов, практически их нет. Я сталкивалась с такой ситуацией, когда, например, довольно часто я что-то спрашиваю, потому что еще не очень хорошо ориентировалась, например, в машине еду, я не знаю, где мне припарковаться, могу ли я здесь припарковаться, как вариант. Задаю вопрос, останавливаю человека, и он так на меня смотрит, он как будто не слышит моего вопроса, застывает, и потом, извиняясь, видно, что ему неловко, но он не может это не спросить, извините, вы из России, иногда из Польши спрашивают, но чаще задают вопрос, вы русская? Я говорю, да, я русская. И дальше второй вопрос, который почти тоже всегда задается, а вы замужем? Вот такая реакция. Я говорю, ну подождите, я же спросила совсем другое. В Москве вам просто ответят на ваш вопрос, если знают ответ, если есть время, то никто, конечно, не будет делать комплименты, никто не будет тебе, ну, у нас не принято так, на улице незнакомому человеку говорить, там, вы такая красивая, мне очень понравились, а здесь это довольно часто говорится. И, кстати, женщины тоже легко говорят комплименты, легко на это идут, у нас это тоже не принято, и первое время я даже не знала, как правильно реагировать, когда тебе говорят комплимент, у нас как-то обычный, да я как бы, да я вот сегодня не очень, да я только, да я бы и голод не помыла еще, я вообще-то лучше, но обычно у нас русский, такой наш менталитет. В этом есть отличие, но и все равно даже отличие, даже в том, что мужчин действительно больше, и они по-другому смотрят на женщину, но, к сожалению, это так. Почему? Может быть, это проблема только больших городов в России, может быть, где-то в небольших городках люди более открытые, более действительно идущие на контакт, сложно сказать. Сейчас вот люди некоторые раскритикуют, что у нас экран у тебя дергается, я просто хочу сказать подписчикам, что просто я сказала, в какое время я могу выйти в эфир, а она в это время ехала из магазина муж за рулем, и поэтому я говорю, надо делать, когда это делается, когда есть время у всех, поэтому она... А вот так нормально? А вот так нормально или все надергается? Так тоже нормально, нет, ну просто все равно люди удивятся, что там такое, я вот думаю, надо сказать. Колевые условия, да, я прошу прощения. Надеюсь, это не сильно повредит. Да, я надеюсь, все со звуком у всех, напишите, как вы слышали, как вам такой формат, потому что это действительно непринужденный формат с бухты-барахты, можно сказать. Юлечка, ну, какие-нибудь с тобой интересные ситуации, веселые, происходили здесь, когда ты попадала в курьезы? Да, и они продолжают происходить, на самом деле, потому что, надо отметить, я, да, здесь вроде бы 4 года, не такой уж и маленький срок, но долгое время у меня не было документов, я, а точнее 2 года, 2,5 года у меня не было документов, я была привязана просто к своему мужу, работала на его компанию, и от него никуда не отходила. А уже больше года я самостоятельно работаю, у меня есть и права водительские, я сама везде езжу, и постоянно во что-то влипаю. Но сейчас на памяти у меня один из рабочих моментов, может быть, кому-то будет интересно, наверное, я устроилась работать в довольно крупную компанию финансовую, на простую позицию, безусловно, но отмечу, относительно недавно у меня был день рождения, и у моих коллег как-то вот чередом они шли, мы все вместе, это open space, мы сидим все рядышком, мы всегда общаемся, то есть мы очень тесно всегда в течение всего рабочего дня находимся. И вот когда я знала, что у кого-то будет день рождения, я подумала, наверное, надо принести подарок, у нас в России это принято, когда у ваших коллег вы очень тесно всегда вместе в контакте. И я единственная, кто, значит, пришел с шариком, коробочкой конфет, никто больше этого не сделал, меня так посмотрели, как на сумасшедшую, действительно, по-большому удивлению, сказали, что я говорю, ну как на день рождения, это же принято. И когда я вручила свой подарок коллеге, я настолько была удивлена, что, то есть мы не первую неделю, то есть мы больше, уже ну скоро год так вместе работаем. Значит, оставь эти традиции, потому что, ты знаешь, я за 20 лет в Америке, я все равно учителям приношу, например, русские шоколадки или что-то такое, мне нравится взрывать люди мозг, и чтобы они запомнили. Все дети вырастут, но все будут помнить моих детей, учителя будут помнить именно моих детей, что была русская мама, и я приносила какой-то праздник, русские конфеты им всем попробовать. Это не забывается. Так что, не пытайся, как говорится, слиться с серой массой, никогда. Если хочешь, как говорится, знаешь, какой-то день рождения, принеси шоколадку и шарик, пусть человек выпадет в осадок, погладишь себя по плечу, скажешь, русские не сдаются. Это действительно хорошая традиция, но действительно, отметить человека, потому что они никак не среагировали, то есть у человека случился день рождения, с которым, ну ладно, я новичок, а люди работают по пять лет вместе, то есть это уже довольно сплоченный коллектив, и они никак не среагировали, они-то максимум, что они сказали, а, хэппи бёрзды, и всё. Для меня действительно это было удивительно, и когда у меня должен был наступить день рождения, я заранее спросила, а могу ли я что-то принести, ну обычно я просила клубнику, черешню, потому что как раз июнь, лето, время ягод, я хотела угостить коллег, сказать, смотрите, классно, день рождения, вот угощайтесь, и сказали, не надо, ничего не приноси, у нас это не принято, и так, вот для меня это было удивительно, при этом хорошие отношения в коллективе, все нормально общаются, ну рабочие, естественно, не сложились там совсем дружеские, но тем не менее, вот такая была ситуация, то же самое касалось и моего руководителя, я долго не решалась написать мне смс, это был выходной день, о том, что поздравляю с днём рождения и проигнорировал, но я всё-таки решилась, написала смс, потому что иногда мы общались по телефону, просто это было, поздравляю, желаю всего наилучшего, я единственная, кто это сделал, никто больше не поздравил руководителя, человек его расстрелился, сказал, большое спасибо, мне приятно, то есть вот именно вот этот момент, он меня, конечно, действительно удивил, потому что все боятся прослыть жополизами, моё поздравление не носило какой-то совсем уж характер, оно было я знаю, я знаю, я знаю, но мне кажется, просто люди боятся, что о них что-то не так подумают, и они даже вот эти маленькие жесты добра не спешат делать, это так, это так, да, ну еще были, конечно, курьезы, когда, сейчас я вспомнила, со знанием английского, мы были на дне рождения, ну или на каком-то празднике, это был какой-то праздник семейный, моего мужа, семьи, и его мама готовила фаршированную, ой, не фаршированные, а голубцы, голубцы, приготовила, я была удивлена, она приготовила голубцы, и я ей стала рассказывать о том, что еще очень вкусно фаршировать перец, делать фаршированный, еще перец тоже очень вкусно, я ей начала рассказывать, и моё произношение paper and paper, оно было неправильным, она подумала долгое время, не понимала, думала, что я имею в виду бумагу, то есть, не... Как приготовить бумагу. Да, она подумала, что я рассказываю о том, что мы фаршируем бумагу, я тоже не понимала, почему у неё такое удивленное лицо, и что я такого ей рассказываю, а оказывается, дело просто в моем произношении, мы потом, конечно, смеялись, но вот так, то есть, в любом случае, я не боюсь ошибок, я не боюсь вот таких курьезных ситуаций, даже наоборот, когда я должна по работе писать какое-то письмо, я иногда прошу свою коллегу, чтобы мы могли проверить, потому что это все-таки английский, мой неродной язык, и когда я пишу, я не хочу попасть в простак, я хочу выглядеть хорошо, и чтобы мой язык выглядел правильно, я не стесняюсь просить, я не стесняюсь сказать, да, я делаю ошибки, но я пытаюсь исправлять, я пытаюсь выучиться, я не оставляю свой английский на том же уровне, с которым я приехала, пытаюсь его все время совершенствовать, ну, это касается и всего в жизни, если начинаешь жить здесь, то ты столько узнаешь нового, как мы платим налоги, потому что в России все очень просто. Заплати налоги и спи спокойно. Да, ну, за меня в клубах это было. А здесь, хорошая тема, как не заплатить налоги или как поменьше заплатить, на что списать, надо очень много нюансов знать. А какую еду твой муж любит? А, хороший вопрос, кстати, я тоже о нем подумала. Никакую из русского, только то, к чему он привык, ну, он ест больше такую итальянскую, скорее, еду, но это не только мой муж, но и все мои знакомые русские девушки, у кого американские мужья, никто из них не ест русскую еду. То есть ни пельмени, ни оливье. Ну, вот равиоли единственное он может есть, я вам скажу, ну, вот у нас есть такие же, только это пельмени, давай ты попробуешь. Нет, я вот привык к равиоли. Хотя в России я ему повела его в такую хорошую ресторанчик, где действительно классно готовят эти пельмени. Ну, сказал, ну, окей. Сказал, он довольно сдержанно. Окей. Да. То есть говорить о оливье, а, о оливье тоже, он так посмотрел, что это, я говорю, ну, это вот такой зимний салат, говорю, мы его готовим на Новый год, он у нас такой, ну, такой жирненький, конечно, он хорошо идет зимой, и он отварную картошку так попробовал, а что это? Я говорю, это картошка, что ты морщишься, ешь, давай, это нормальный салат. Я вкусно готовлю, то есть сказать, что это было бы невкусно, нет, все с удовольствием едят мою еду. То же самое и к винегрету, он так посмотрел, хотя вроде свекла-то тоже есть, да, свекла, но вот в виде этого салата как-то не восприняли. Кстати, смешно, опять же, про еду. Когда были в Москве, я ему предложила квас. Ну, как, мы летом в Москве, квас. Я говорю, пей квас, это, говорю, как русская кока-кола, только хлебная. Он так насторожился, очень-очень аккуратненько сделал маленький-маленький глаз, как будто я ему я предлагаю. Так попробовал, ну, так, это окей, сказал он. И дальше я добавляю, а еще, говорю, у нас из этого суп делают. Он не понял, почему суп, как суп. Из кока-колы. Суп. Да. Конечно, суп он не стал есть. Поэтому ничего русского не ест. Ест свою еду. Он что-нибудь готовит сам, чтобы тебя угостить? Или он только любит это, в коробочках? Хороший вопрос. Когда мы только начинали жить, да, он готовил. Готовил итальянскую еду, готовил, там, мясо как-то мне на гриве делал. Но это все сошло на нет очень быстро, буквально, наверное, месяц максимум прошел, когда мне сказали, ну, а теперь готовь ты. Но, но, надо отметить такой момент, опять же, я пыталась по русской традиции, ну, как у нас принято, мама всегда готовила на всех, там, варила суп в кастрюле, там, нажаривала котлет, все это складывала в холодильнике, и на ужин вечером, когда приходил папа, она ему, значит, все выкладывала. Здесь такого как-то не принято, здесь вот приготовил один раз, и вот свеженькое тут же поел. Вот так вот наготовить сразу много. На пару дней, на три дня это не прокатит. Нет, нет, то есть, даже вот суп я варила, то есть, это должна была быть маленькая кастрюлька, чтобы вот прямо сейчас же ее съесть, и все. Я тебя научу. Есть фризер бэкс, пакеты для замораживания. Что не поели, заморозила, двойной только делай, в морозилку, потом сама себе же разогреешь, и меня поблагодаришь мысленно. Да, я думаю, это действительно отличная, отличная идея. Особенно у меня, у меня бывает такое, я много должна приготовить, семья большая, тефтери или суп, и если, например, вдруг не доели, я сразу замораживаю, потому что в следующий день должно быть что-то другое. Они скажут, я тефтери уже ел, я не хочу. Замораживай, не бойся. Да, но опять же, мне тут, опять же, в Америке есть такой большой выбор еды, которая не, она не то, чтобы приготовленная, а когда уже помыто, порезано, уже все сложено. И рецепт прилагается, да. Да, и рецепт. Он обожает вот эти коробочки, и это, конечно, очень спасает. Пожалуйста, хочешь это, он купил, мне остается только это все пошагово положить на скоротку, и, собственно, и не паришься. Вот, и все. Поэтому с едой мы как-то распределились в этом плане. Ну и хорошо. Не хочешь есть коблеты? Пожалуйста, не проблема, я не настаиваю. Но это не только. Вот действительно, американцы почему-то не едят русскую в этом еду. С чем связано, не знаю. Тойлер.